В аудитории политеха собрались молодые люди и девушки, которые решили связать свою жизнь с профессией инженер. На встрече подробно обсуждают перспективы целевого обучения в университете. Иван Селитков уже учится на механике и всерьез задумывается о своем будущем, поэтому еще в том году начал проходить стажировку на ведущем городообразующем предприятии Уралкали по программе «Перспектива». В первую очередь это дает мне, как ученику вуза, не только теоретические знания, но и практические. И я вижу, как работает производство, как должностные инструкции механиков, чем они занимаются, то есть саму суть профессии, то есть я могу уже сам определиться, мое это или не мое. То есть когда я приду на производство, я уже не потеряюсь, не растеряюсь, я буду четко знать, что от меня требуется. То есть я считаю это очень полезно, ну и приятно, что получаю зарплату при этом еще. Сегодня здесь и будущие выпускники школ. Олеся Шальнова увлекается точными науками, поэтому и профессию выбирает с уклоном на эти дисциплины. Я уже определилась, что собираюсь поступать на проектирование, проектировщиком быть в будущем и узнала, что здесь есть такая специальность, можно поступить, куда можно потом пойти работать, как можно поступить на целевое или на простое очное обучение. Все было понятно, все рассказали, объяснили. Перед школьниками и студентами выступили колейщики и азотчики, достигшие определенных карьерных высот. Знакомьтесь, Анатолий Кравченко, главный инженер сельвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1. Выпускник Пермского национального исследовательского политехнического университета рассказал нам, что благодаря стажерской программе «Перспектива» студентам гораздо легче адаптироваться на производстве. Все-таки наше – это наставничество. Мы со своей стороны пытаемся создать ту среду, уютную, можно сказать, и домашнюю для наших работников, чтобы они полностью отдавали себя работе, пытались реализовать себя там и добиться успехов. И самое главное, что именно наставник, которому попадает студент, любой другой работник, очень важную роль играет. Здорово, что первые шаги в большое профессиональное будущее этих ребят поддерживает крупнейшая компания. Ценность таких мероприятий, как это, доказана годами. Как показала практика, именно на них молодежь выбирает свой карьерный путь и в перспективе совершает мощные технические прорывы, прославляя наш край и страну. Елена Джан, Ольга Распономарева, Алина Багрянская, Никита Игнатьев. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok